Ох, пашет уже. Привет, ребят, девчат, моделисты и моделистки. Добил я его все-таки. Добил. Топ. Так, кто первый раз? Тут комментарий классный. А где ремонт-то? Чувак, если первый раз, релакс. Расслабься. Это стримы для времяпровождения. И для меня, потому что я живу в стопроцентной англоговорящей среде, в штате Огайо, в захолустье. Русский, очень далеко. Самый мой лучший друг в Лексингтон. Я здесь практикую русский язык. И мы здесь балдеем. Но весь этот балдеж переходит постепенно на канал DCC Train Live, где долгие стримы ни о чем. Окей? Так что не кипишись. Так, ребята, невероятно. Вот к вопросу о качестве MTH. Пример. Из-за этого я обязательно думаю сделать это дополнение. Часть 2. И мы остановимся. Недолго. Смотрите, что я сделал. Я скинул эту тележку. Попытаюсь объяснить больше на словах. Скинул тележку. Все равно держит что-то. Думаю, да что ж такое-то. Потом я скинул вот это вот. На будущее смотрите... Что это? Отчего это? А, ясно. Тень от камеры самой. Смотрите, чтобы... Ну, одним взглядом быстро... Не синхронизировано. Только ставится в одну сторону. Если у вас симметрично что-то такое, обязательно поставьте точку, маркировку куда-то. Вот. Сдается мне, что это... Эта штука крашеная, да. Но по вот этим лавсанам... Или... Ну, наверное, все-таки нормальный полистирол. Уж блестит он больно, стремно. Стремно блестит ты, ешки, моталки. Так, ладно. Ближе к делу. Далее. Конечно, очень сложно будет видно, ребят. Ну... Что они сделали? Сейчас попытаюсь объяснить. На одном... Наверное, на разных линейках, я так понимаю, собираются... Когда все покрашено, электроника уже последняя сборка, заключительная, когда вот это идет сюда, платка там стоит. Сейчас мы это все разъединим. Потому что, что мне не нравится, мне не нравится разъемчик в... Кстати, здесь, вот здесь. И на тенд, на бойлере на самом. Короче, видите, вот эти шланги, если можно... Вот эти шланги идут здесь, да. Они на таких пинах вставляются сюда. И что бы вы думали, эти пины никто не откусывал. Да, колеса можно снять. Я колеса можно снять. Они все контактные. Какая-то очень тоже... О, они не все контактные. О-о-о. Частично только. Ну, ребята, MTH. Сэкономили денег. Короче, на этих пинах... Отрезаю... Отрываю... Отключаю разъемчик. Не будет видно. Ну, постараюсь. Ой, плохой разъемчик. Я уже сегодня весь в критике, ребят, да. Самые дешевые детали, какие, наверное, они могли. Может быть, это тоже проблема. Вылез один этот пин. Обычно они дубовые. Они имеют такую защелку. И она не работает. Офигеть. Да ты что. Внутри такая защелка. Есть, да. Я ее... Я ее посмотрю. Ее нужно, может, оттянуть чуть-чуть. И, может, будет нормально. Короче. От руки написано... От руки написано... Что там на этом самом... На... Декодере. Елки-маталки. Какой-то стикер еще сюда пролепили. Что, ребята, это такое? Какой-то это вот этот... Для... Нифига себе. Но эта халтура... Невероятная. А, это они клеили. Это они клеили... Ай... Они залили, чтобы... Не знаю, зачем это отверстие. Для чего-то технологическое. Короче. Они клеили сюда этот самый уголек. Уголек. Видите, вот здесь? Отверстие. Уголек, чтобы... Заклеили какой-то липкой хрень. Unbelievable. Короче. В чем проблема? Вот этот вот пин. Видно его? Держал динамик. Вообще они практически все. То есть сделали так. Я так понимаю. Собрали все. Поставили эти трубопроводы, шланги там. Что-чего. После того, как они закрыли его. То есть это было сверху. И сюда они еще умудрились поставить на клеек. Но это чума. То есть когда они ставили, они поставили это на клей. Здесь вот такая проточечка есть под спикер, конечно. Я не знаю, что я буду делать. Я, наверное, все-таки это все срежу. И поставлю на очень хороший клеек. Который не на сей. Который будет... Который такой очень вонючий. Значит, очень хорошо клеит. Ну вот так. А проблема в чем? Так. Здесь мы разобрались. Этот сейчас я починю уже. Потом без стрима. Без ничего. Так. Отходим. Ох ты! Проблема-то в чем? Да, есть контакты. Группа. Но это какой-то металл. Блестючий. Вот это что? Это нужно все прозвонить, просмотреть. Так. Теоретически, наверное, можно собрать. Да, можно уже собрать. Потому что я устраню вот это. Это будет просто влетать как по маслу. Все провода на месте. Значит, что? Здесь разводка под динамики, под питание. Значит, что может не работать? Какое-то питание идет. А! Звучок-то где? То есть, основной разъем-то, видно там еще сопровождающий какие-то декодеры. Сопровождающий. То есть, это только часть от него. Видите, сколько всего наверчено. Потому что в самом, в самом наверняка, в этом самом бойлере, там же этот, дымогенераторы, там же с эти LED кругом вокруг, да? То есть, у них два. Вот это уже сложно, честно говоря. Это сложно. Из-за этого частичные были проблемы у AMT. Теперь самый главный момент. Я думаю, в чем проблема. Проблема. Я постараюсь это исправить. Ух ты. Если это получится. Если не получится. Ну, во-первых, я постараюсь... Вот этот разъем... Ну, совсем, ребят, не видно. Но я объясню. Вот этот вот, раз, два, три, четыре. Здесь четыре этих, ну, мамы здесь. На другом этом RAD. На соединительной балке, что ли. Так ее назвать. Четыре папы. Эти пина стоят. И вот этот вот, как-то очень криво. Очень криво выглядит. Я его прозвоню. Потом, что я думаю сделать. Вот это вот тоже какая-то вот непонятка. Совершенно непонятка. На дубовейших проводах. Это провода для шкафного монтажа. Привет, Воронеж, Дмитрий. Здорово, братан. Вот. Это какой-то панк-рок. Это должно быть все. Ну, это, конечно, не так сильно ходит. Но провода такие недопустимы. Соответственно, цвета в этих проводах у него, у MTH, у них свои. То есть, ребят, если вы на секунду задумаете переделывать что-то, никаких кодов проводов у них нет. У них все от себя, это на своем. Кстати, динамики неплохие. 8 Ом. Наверное, на два выхода. Или они параллельно. Сейчас вот это я посмотрю. И все. Но сегодня мы с этим делом завязываем. Раз. Два. А-а-а. Параллельно на 8 Ом усилок. Ладно. Руки чешутся. Не могу не посмотреть вот на эту штуку. Какие-то винтики, винтики, винтики. Накрутили здесь винтиков дофига. Обалдеть. А, да. Инструкции нет. Деталировки этих частей нет. Никакой деталировки. Что же это такое здесь? Обалденная вещь. Вот это вот узел. Все это у них личное... Так. Ничего с этим не будет. Здесь пережато чем-то было, кстати, кабелек. Чем-то пережато. В общем, блин. Качество на некоторые детали, на некоторые узлы идет вниз. На четверочку. Вау. Напоминает такой дубовейший Китай. Халтура. Начало... Начало двухтысячных. Дубняк полный. Когда прото, когда был это... Бакман туда поперся, когда Марклин, у меня просто шок был. Когда я увидел Марклин, сделан в Китае, и у меня, так сказать, упало все. Ой, такая фигня. Металлическая. О-о-о-о-о. Ну вот какой-то этот... Само это фрейм, да? Металл. Что-то здесь не то в разъеме. Да? И тут одновременно металл, и тут одновременно пластмасски. И текстолитовый... Текстолитовый это перемычка между ними. Офигеть. Не, ну, ребят, это халтура. Это полная халтура. Ну вот. Все сами видели. Так сказать, без прикрас. Но вот что здесь... Вот спикеры здесь стоят четкие. Вот я еще раз говорю, электроника у них не должна просто вырубиться так. Что-то не то. Что-то вот... Контакта нет, такое впечатление. Опять же, я только... Я думаю. Но вот спикеры, как все... Повторяю еще раз. Сделано все. Сделано четко. Сейчас проверим, вот в чем дело. Довернуты ли винты на будущее? Ну, более-менее, да. Смотрите все, чтобы было довернуто до... До конца. Лучше разобрать. Ну, более-менее. А еще на лактайт. Зацепите это все. Прицепите. Что у меня план? Не знаю, буду стрим делать или нет. Я, короче говоря, сделаю так. Починю вот этот вот. Все присоединю напрямки через свои собственные пины или что-то такое. Посмотрю, что там в болере. Да, наверное, просто будут руки одни. Видно. Я сделал просто подытоживающий стримчик отдельно. Или просто видосик. Вот. Но это нужно на ремонт. Вот это вот что такое. Ай-яй-яй, МТХ. Да, с этим они немножко... Не немножко, а сильно прокололись. Вау. Расхватали их быстро, кстати. Вот в чем дело. Быстро-быстро. Ну что, ребят. Все. На сегодня с этим делом мы завязываем. Я стрим этот... Я чуть-чуть его подкорочу и переставлю. Сейчас я его прибью. И вы увидите уже немножко подкорректированную запись. Давай, ребят, успехов. Увидимся скоро. Спасибо за поддержку. Патреончик. Пейпальчик. Мембершип на основном канале. Всегда приветствуется. Давай.